Всем привет! Давайте я вам покажу еще один забавный эксперимент, который я проводил в своем детстве. Этот эксперимент я уже показал своему сыну, он был в полном восторге. Перед вами на столе обычный звуковой динамик от колонки. По правильному называть звуковая головка. Или просто магнито-динамический излучатель. Он состоит из мембраны, катушки и магнита. Так вот, обычно, чтобы сделать звуковой генератор, люди пользуются транзисторами, разногородными микросхемами, либо сборками, мультивибраторами, или же даже реле. Но без всего этого можно обойтись. Буквально на ваших глазах мы сделаем звуковой генератор всего лишь из динамита и батарейки. У меня в руках обычная батареечка, а перед вами небольшой, или большой, кому как нравится, динамик. Что я сделал? Один из выводов батареечки подсоединен к контакту динамика. Второй вывод подсоединен к проволочке, которая упирается в диффузор. А точнее, в мембрану, в звуковую мембрану динамика. Эта проволочка касается контакта прямо на динамике и выведена вот сюда. Смотрите, что будет, если я теперь прикоснусь к этой проволочке контактом батарейки. При замыкании контактов, естественно, диффузор начинает вибрировать, разбивает эту пару контактов. И все это повторяется по циклу. Такой грубый, тарахтящий звук. Вы думаете, это нереально сложная схема, не применяется нигде? Вы не правы. На самом деле, в клаксонах автомобилей, в ревунах сигнализаций и даже в сиренах милицейских машин схема такая же. Правда, эти ревуны низкоомные и очень мощные, поэтому звук там, конечно, конкретный. Есть и у меня такая безделушка, но пользоваться ею не стану. Она способна оглушить. Давайте еще раз. Конечно, такой тарахтящий звук не всегда и не всем нравится. Мало того, в детстве я начинал вовсе не из такого эксперимента. Я просто брал контакт батареечки и подносил его к проводу, идущему прямо на мембрану динамика. И послушайте, какой звук при этом будет раздаваться. Звук при этом. Как видите, все до банального просто. Эдакое звуковое безобразие без всяких транзисторов, микросхем и даже без пайки. Я думаю, такой эксперимент вы можете провести и в домашних условиях, и даже на школьном уроке. Он может многому научить детей. Ну а на этом все. Пока. Будьте веселей, будьте прощей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок